Друзья, всем привет! Сегодня 30 декабря, сегодня, наверное, самый-самый холодный день, который у нас был этой зимой. На улице минус 22 градуса. Я боюсь представить, что там с ветром. Очень холодно на улице. Сейчас поедем на авторынок, там, наверное, еще будет холоднее. Хотим поблагодарить всех за подписку, что нас поддерживаете. Поддержите нас, подпишитесь на канал, потому что вот третий раз уже говорю, ну, сейчас идет соотношение где-то 50 на 50. То есть 50% людей смотрят с подпиской, 50% людей смотрят без подписки. Хочется, чтобы, в общем, подписывайтесь, поддерживайте нас. Сегодня у нас идет продолжение нашего мини-сериала. Снимаем для вас, показываем весь японский автопром, все автомобили, которые продаются на авторинке «Зеленый угол». Сегодня у нас минивены. Кстати, в комментариях писали, где отбэк. Ребята, отбэк был, он был снят. Честно, я забыл его вставить. Поэтому сегодня в минивены вставляем аутбэк. Дальше. Не говорю год. Смотрите. Подходим к машине. Вот где год указан, там указан. Там обязательно год говорим. Обязательно говорим цену. Где, допустим, указана цена и не указан год, ну, как? Гадать, что ли, будем? Гадать не будем. Возьмем опять максимальное количество автомобилей, которые будут открыты, будут продавцы. Откроем, покажем, которые будут закрыты. Хотя бы будем искать те, будем искать те, где указана цена. Напоминаю, завтра, 31 числа в 15.00 по Владивостокскому времени будет прямой эфир. Пообщаемся с вами напрямую. Позадаете вопросы, обсудим темы. Ну, в общем, просто поговорим. Поэтому не переключаемся. Смотрим минивэн. Найдем на вторынах зеленый угол. Собственно, как я и говорил, на улице еще холоднее. Но ничего, у нас настроение такое предновогоднее. Начнем, наверное, с такого, с популярного минивэна. Это Toyota Vish. Значит, самая высокая комплектация. Монотон G, комбинированная кожа, бесключевой доступ, старт двигателя с кнопки. Ну, в принципе, в принципе, я думаю, здесь есть все. Значит, черный цвет, фары, линзы, резина зима, налитье, повторители. Это уже идет, это уже идет рестайлинг. Монотон комплектация, хорошая комплектация. Довольно мало автомобиля, здесь отделка идет немного другая. Эти кожи, ну, не кожаные сиденья, сиденья с кожаными вставками. Климат-контроль, кожаный руль, подлокотники. Цена автомобиля. Так, он у нас получается стоит 955 тысяч. Цена 2011 год, декабрь, практически 2012 год. Второй ряд сидений. Он двигается. Есть проход на третий ряд сидений. Но на третьем ряду сидений, сразу говорю, места очень мало. Кстати, многие задают вопросы, то, что подписчики у вас как-то мало, слабо растут. Ребята, у нас канал такой. Вот всех вас, кто на нас подписан, скажем так, это все честные подписчики. То есть нас никто никогда не раскручивал, не рекламировал. Какие-то накрутки на ютубе мы не делали. Поэтому все подписчики у нас честные, реальные, живые. Автомобили, как видите, прибавилось. Перед Новым годом выбор большой. Сейчас, наверное, спайка откроем. Ну, хоть он и пятиместный, да, но все равно его считается как минимум. Виш идет коробка передач, вариатор, двигатель 1,8. Напоминаю, 2011 года выпуска, стоимость автомобиля 955 тысяч. Это идет Honda Spike, тоже популярнейший автомобиль, который постоянно пользуется спросом. Гибридная версия, скользко, ужасно скользко. Гибридная версия двигателя, идут полтора литра, самая высокая комплектация. Токсона 3,5 балла, резиная зима, стоимость автомобиля 785 тысяч. Тоже есть разнообразие комплектации. Сидения обычные, кожаные, с кожаными вставками, электродверь. Автомобили есть на климат-контроле, есть без климат-контроля, с подлоконниками, с мониторами. Второй ряд сидений, чистенький ухоженность, посмотри, какой ветер на улице. Очень холодно. Говорю, самый холодный день. Это и мы. Большинство автомобилей, ну, они предназначены где-то там для отдыха тоже что-то возить. Посмотрите, в каком состоянии данный салон. Здесь у нас идет трансформация. Прожектор вот такой установлен, полочки, колоночки. Практичный, очень практичный автомобиль. Тоже на штатных литых дисках. Ух ты, здесь комплектация, еще идет две электродвери. Тоже богатая комплектация. Задние сидения, кстати, складываются здесь в ровный пол. Вот таким образом можно переночевать у автомобиля. Мне нравится, у автомобиля очень высокая посадка. То есть ты не садишься, не проваливаешься, как всегда, да? А садишься, ну, вообще просто, просто супер, замечательно. Кожаный руль, полный мультируль, есть круиз-контроль, две электродвери. Подогрев дворников, подогрев лобового стекла, отключение антиюза. В автомобиле очень много места. 2011 год, стоимость данного автомобиля 785 тысяч. Honda Freed Plus, свежий кузов, 1 миллион 230 тысяч рублей. Хорошая комплектация. 2017 год, 6 месяц, полтора литра, джип-салон, 5 мест, электродверь, подтяжка, пробег, 80 тысяч километров. Посмотрите, передняя часть, как изменилась у автомобиля. Он полностью изменился. И внешне, и внутренне. Штатные литые диски, хорошая зимняя резина. Бесключевой доступ. Кстати, автомобиль, не знаю, как вам сейчас его показать. Севший аккумулятор, задняя часть автомобиля тоже изменилась. Давайте со стороны водителя посмотрим. Вот говорите, да вот засветка идет, снимаю. Ребят, ну вот солнце светит, ну что делать? Не представляет же автомобиль, не знаю, как вам показывать. Дверная карта, тоже все изменилось. Сидения, кожаные вставки, два подлокотника, мультируль, круиза нет, подстаканник, электродверь, антибукс, ручник-ножной, торпедо, панелька. Все, смотрите, как изменилось. Второй ряд сидений. Туда, к сожалению, мы не попадем. Полтора литра варик. Чисто аж не знаю как. Вот единственная блячка, да вот такая. Когда ездим, ногу ставим не вот сюда, как положено, а вот сюда. Протирается у нас половичок, кнопка старт, руль идет кожаный. Верхний бардачок, нижний бардачок, сверху идет, ну вот, полочка так называемая. Что-то туда можно положить. Подстаканник, блютус, тоже можно подключить. Очень удобно вот такое зеркало для обзора именно на второй, на третий ряд сидений. На второй ряд сидений, извиняюсь, здесь третьего ряда нет. Огромные, просто такие солнцезащитные козырьки, подсветочки нет. Есть вот здесь, верхний бардачок. Итак, это новый Фрид, Фрид Плюс, полтора литра. Семнадцатый год, шестой месяц, один миллион двести тридцать тысяч. Популярный семейный минивен, Хонда Фрид, Хонда Фрид, Хонда Фрид Спайк. Допустим, Фриды есть пятиместные, есть семиместные, там восьмиместные. Спайки, они идут только пятиместные. Данный автомобиль, это Хонда Фрид, 2012 года выпуска, стоимостью 770 тысяч рублей. Он на зимней резине, на литье, повторители. Также есть бесключевой доступ. Кстати, на автомобилях 4 ВД устанавливается автомат, который все так любят. Почему вы боитесь вариаторов? Так, ну, здесь батарейка у нас села. Батарейка села, мне подскажут, сейчас дадут ключи от данного автомобиля. Поменяли ключи. Подстаканник, электродверь с левой стороны, регулировка зеркал, антиюз, корректор фар, стеклоподъемники. Подлокотники, климат-контроль, есть автомобиль без климат-контроля, мультируль. Второй ряд сидений, как видите, идет сплошной. Есть, кстати, раздельный. Четыре колеса влазят без проблем. Третий ряд сидений крепится по бокам. Ровного пола здесь нет. Что это у нас стоит? Это у нас стоит, ребят, передний привод. Итак, 2012 год, передний привод, 770 тысяч. Кстати, есть передний привод, есть 4 ВД, есть передний привод, гибрид. Toyota Sirenco тоже довольно-таки популярный автомобиль. Данный серого цвета, 16-й год. Указано то, что он есть в статистике. Ребят, надо проверять обязательно. Повторители, летняя резина, боковые двери сдвижные, 4 ВД, передний привод, гибрид. Камера заднего вида. Мне нравится в Sient. У них третий ряд сидений прячется под второй ряд сидений. Ну и также очень удобная трансформация салона. Сзади подстаканники, колонка, подсветка, какая-то ниша, что-то можно положить сюда. Боковые двери есть электро, есть не электро, есть одна электродверь. Тоже такой интересный комбинированный салон. Довольно много места в автомобиле. Перед многими стоит выбор брать либо Sientu, либо новый Freed. Данный автомобиль на ключе. Одна электродверь. Климат, мультимедиа, пробег 92 тысячи. На автомобиле двигателя идут полтора литра. Корректор фар. Зеркала складываются. Неплохой автомобиль. По надежности, по вместимости, по комфорту. Ну, сравнительно недорогой, да, по меркам, скажем так, минивэнов. 16-й год, 827 тысяч. Универсал, аутбэк, но это идет уже класс повыше, подороже. 1 миллион 640 тысяч рублей. Салон, кожа, подогревы сидений. Омыватели, туманки, штатные литые диски. Рейлинги, установлен багажник. Также есть бесключевой доступ. По низу идет хром. Задняя часть автомобиля. Накладочка такая стоит. Так, немного неудобно здесь ходить. Хочу посмотреть багажное отделение. Проберемся, не проберемся. Ух ты, тут еще у нас идет и электродверь. Очень хорошая комплектация. Вот, знаете, что мне нравится в аутбэках, что в этих кузовах, что в предыдущих кузовах, что в старых кузовах. У них очень большой багажник. Реально, просто огромный багажник. Ох, кнопочку нажали, дверка у нас закрылась. Кожаные сидения, электропривод, дверная карта тоже идет кожа. Кожаный мультируль. Далее идут железные. Х-мод, ручник, вариатор, климат-контроль, большая магнитола, надпись Outback, мультируль, круиз-контроль, движение, движение по полосе. Место нормально. Сзади место тоже. Какой-то стоит здесь такой ионизатор. Так, кнопка старт. Заводится. Тоже заводится. Тоже такой, знаете, прикольный субаровский звук. Магнитола стоит субару. Пробег указан 100-2000. Есть подогрев сидений на два режима. Температура за бортом минус 8. Ну и, собственно, сам климат, который показывает, куда сейчас, что куда у нас дует. Посередине вот такого плана колоночка. Здесь у нас идет тоже очечница места. Да, места много в таком автомобиле. Есть даже память о сидении. Вот. Так, ну блин, ё-моё, кто ж тут ездил? Как-то меня вообще, смотрите, скрючило и куда-то, и куда-то вниз унесло. Даже не знаю. Два подстаканника, бардачок. Так, а здесь он у нас не ездит. Ну, цена, да, цена хорошая на автомобиль. 15-й год, 2,5-й. 4 ВД. Кожаный салон. Ладно. А, кстати, дверь у нас открывается. Багажная с кнопки. Отключение датчиков при столкновении. Так, открыть, закрыть, анти-юз. Вот это вот, не знаю, если честно, что такое. Глушим. Хороший, дорогой, комфортабельный автомобиль. Друзья, еще один минивэн, но это такой минивэн, который действительно нет. Их очень мало, я не знаю, почему их не везут, но поверьте, это достойный автомобиль. Итак, 13-й год, объем двигателя 2 литра. Автомобиль еще и 4 ВД. Есть разные комплектации. Камера заднего вида. Автомат простой. 7 мест. Дверь с электроприводом. Туманки. Резина зимняя. Хотел сказать, штатное литье. Нет, литье идет не штатное. Это такой полноразмерный минивэн. Черный салон тоже не грязный, не уделанный, не испачканный, не зачуханный. Климат-контроль, подлокотники, 2 подстаканника, ручник, где положено. В этом он вижу с кнопки, но сейчас туда подойдем. Так, не понял. Странно, посмотрим сейчас, почему не открывается. Значит, багажная комплектация, кстати, видите, Хайвейстар. Три ряда сидений. Ну, полноценный объем багажника показать не могу. Причины видите? Третий ряд сидений. Есть подстаканник и слева-справа. Остается еще и багажник. Ну, естественно, если мы убираем третий ряд сидений, то получается просто огромное багажное отделение. Замены всяких. Я понял, что-то менял дверь, видите, да. Одна сиденья тоже такой приятный материал на ощупь. Бесключевой доступ. Кожаный руль. Мультируль. Места очень много в автомобиле. Очень много по передней части. Аирбэги в стойках есть. Здесь, ну, да, здесь такой тверденький пластик идет. Ручник, как я говорил, где положено. ВДС-кнопки. Глонасс стоит. Так, дальше. Ребят, руль у нас регулируется. По вылету не регулируется. Регулируется он только по высоте. Давайте попытаемся попасть все-таки на второй ряд сиденья. Не знаю почему. Что там у нас? Ой, сообразить бы еще. Самому бы неудобно. Вот так открывается. Сиденья у нас двигаются вперед. Назад. Блин, замерзло все. Ладно, не будем двигать. А на втором ряду сиденья места тоже очень много. Лефеста тоже была в пользовании. Но был автомобиль, предыдущий кузов был. Против ничего сказать не могу. 2013 год. 2 литра, 4 ВД. Стоимость автомобиля 810 тысяч рублей. Еще один минивэн это конкурент Toyota Vish. Это у нас идет Toyota Isis. Начинка в принципе одна и та же. Комплектация платана. Ребят, к сожалению, автомобиль закрыт. Открыть его не получится. А сейчас идти искать, кто нам откроет, уже просто честно нет времени. Я думаю, да не думаю, а зная то, что есть. Дверка приоткрыта, не получится. Нет, не получится. Есть у нас в обзорах, в наших видео, этот автомобиль. Поэтому кому будет интересно, полистайте наше видео. Посмотрите, найдете. Двигатель 1.8, передний привод, 4 ВД. Гибрида не бывает. Хороший, надежный. Реально хороший, надежный автомобиль. Шустрый, юркий. Красивый внешний вид. Стоимость на автомобиль тоже не указана. Но это 10-й год стоимость. Знаете, можно гадать, могу ошибиться. Я думаю, тысяч, наверное, 850 он стоит. Где-то, где-то в этом районе. Honda Odyssey. Полноценный минивэн. Три ряда сидений. 15-й год. Объем двигателя 2,4 литра. Мы вам снимали каравана. Вот продавец тот же. Поэтому цена, к сожалению, здесь ценника мы не знаем. Еще раз повторяю. Кому прям очень интересно, сколько он стоит, открывайте дром. Смотрите. Мы вам показываем наличие автомобиля и что вообще есть у нас из японского автопрома. Сзади хром, сонары, комплектация Абсолют. Багажное отделение. Но оно, знаете, такое углубленное. Третий ряд сидений. Тоже полноценный третий ряд сидений. Взрослому, в принципе, тут будет нормально. Кожаные вставки. Розетка. Подстаканник. Литые диски, летняя резина. По бокам тоже идет хром. Я думаю, двери с электроприводом должны здесь быть. Да. Второй ряд сидений мы можем отрегулировать. Вот смотрите. Вот сейчас, я так понимаю, он отодвинут до конца. Здесь место вагон. То есть двигаем немножко второй ряд вперед, как, допустим, левое кресло. И посмотрите. И сзади реально полноценное место идет. Шторки, дуйки, печка. Чистейший ковер. Проход. На первый ряд сидений там никто не ходит. Место водителя электропривод. Зеркала складываются. Две электродвери. Полный мультируль. Сонаро Японец установил. Спидометр 180. Заведется. Завелся. Электронный тахометр. Минус 9. Пробег показывает 77. Кожаный руль. Мультируль у нас работает. Здесь идет электронный климат-контроль. Места в автомобиле очень много. Очень комфортно. Хорошо, что есть подлокотники. Я, допустим, мне так. Я без подлокотников. Извиняюсь. Ездить не могу. Аэрбэги по бокам. Сзади раз-два. Здесь в стойках аэрбэги. Ну, естественно, здесь и здесь. Что у нас тут еще есть интересного? Вот такой вот столик выезжает он вот таким образом. И еще два подстаканника. Соответственно, заезжает ручник, руль. Я вот что-то знаете. Так, не ругайся. Про руль все время забывая показывать, как он регулируется. Вверх-вниз и по вылету тоже здесь он регулируется. Кнопка старт. Здесь, так знаете, под дерево сделан. Ну, салон клево, конечно. Что говорить-то? 15-й год, 2,4. 4 ВД автомобиль. С пробегом-то 70 тысяч. Круиз-контроль даже есть. Солнцезащитные козырьки. Зеркало. Ну, это, смотрите, два в одном. Да, очки туда можно положить. А можно сделать как зеркало. Только не знаю для чего. Ну и кого туда смотреть, если честно. Шикарный, шикарный автомобиль. Но и не дешевый. Заходите на дром. Кому интересно, смотрите, сколько он стоит. Еще раз, просто полюбуйтесь внешним видом данного автомобиля. Тойота Виш, синий цвет, туманки, родные литые диски. Автомобиль 2010 года. Это идет до рестайл. Объем двигателя 1,8 литра. 885 тысяч рублей. Перестайл смотрится, конечно, посимпатичнее. Данный автомобиль на летней резине. Также есть бескручевой доступ. Ну, видимо, батарейка села на автомобиле. Я имею в виду аккумулятор. Тоже полноценный минивэн. Три ряда сидений. Вот, открылась. У данной комплектации светлый салон. Кнопка старт. Антиюз. Кожаный руль. Установлен вариатор. Два подстаканника. Снизу прикуриватель. Подлокотники. Очень удобно. Плюсы данного автомобиля. Сзади довольно много места. Второй ряд сидений двигается вперед-назад. Двигать сейчас не будем. У нас такие кратенькие обзорчики. Третий ряд сидений прячется в пол. То есть образуется... Ну, ровного пола здесь не образуется у нас. Сейчас вам вкратце покажу. То есть, ну, методом трансформации, да, можно вот эту спинку откинуть назад. И третий ряд сидений тоже откинуть назад. В принципе, был вид использования. Спать в автомобиле можно. Есть передний привод, есть 4 воды. Гибридных автомобилей таких нет. Нашли Мазду Примаси. Довольно сложно ее было найти, потому что автомобиль такой редкий. ПТС бумага. Видите, сейчас выделяет, когда ПТС бумага. Ребят, к сожалению, цена не указывает. Открыть автомобиль тоже не сможем. Три ряда сидений, 17-й год, 2 литра, мультируль. Зимняя резина, без литья. Да, автомобиль закрыт. Кому интересно, зайдите на дрон, посмотрите, сколько стоит. Я не думаю, что там их будет миллион. В принципе, данный автомобиль вы с легкостью найдете. Хороший, надежный автомобиль. Но я не знаю почему. Вот знаете, есть такие автомобили, которые не пользуются там особой популярностью. В Примаси вот почему-то относятся к данной категории автомобилей. Обзорчик автомобилей с вами произвели. Скоро будет следующий мини-сериал. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо, кто подписался на этом видео. Кто не подписался, обязательно подпишитесь. Ребят, это не сложно. Вам не сложно. Нам это будет очень приятно. Всем хорошего дня. У кого-то уже вечер. Всем хорошего настроения. Всем пока.